Всем привет! У меня для вас прекрасная новость. Мы с моим приятелем Иваном решили разыграть среди вас принтер. Нет, не этот. Этого малыша компания Кинкрун подарила мне для того чтобы я печатал на нем своим самодельным филаментом. Ну а о розыгрыше принтера в конце видео, сколько я плохих слов выслушал за прошлое видео и что я вандал и что я мать продам за КМ и что я металлист и как у людей сердце кровью обливается. Да где же вы были то собирайте этот хлам, да храните его. Ну да ладно, бог им судья, сегодня я попробую напечатать вот из этих прекрасных носителей оптической информации о простонародье компакт-диски. Да, если это был бы просто пластик, то и вопросов не возникало, но внутри у них алюминиевый нанослой и сверху диск покрыт полиграфической краской. Про технологию чтения и записи с оптических носителей я вам конечно не буду рассказывать, а телепортируюсь за материалом. Эх, до чего дошли программы для монтажа. Татьяна, у тебя есть ненужные диски? Есть, сейчас, смотри. Хладит? Ай, спасибо. Яна, привет. А у тебя есть ненужные диски? Саня, есть хладимирозные диски? Да, куча. Конечно. Сотни написаны кем-то композиции и сочиненных песен. К сожалению, теперь не интересно на этих носителях. А когда-то мы радовались как дети каждому приобретенному диску. Я не могу позволить этому материалу уйти бесследно. Попробую его во что-нибудь преобразовать. Эх, жалко искусство! Для начала надо попробовать плавятся ли они и сплавляются ли вообще? Материал-то рабочий! Интересно, а как поведет себя алюминий и полиграфическая краска? Да что гадать то, надо пробовать! Материал оказался очень податливый к излечению. Если вы смотрели другие видео, то видели, что после этого измельчителя мне приходилось еще час работать бокорезами. В этом же случае диски просто ломаются сами. При измельчении материал разлетался по всей лаборатории. Так что пришлось потратить немало времени на уборку. Руки до сих пор блестят и отмыть не могу. Интересный материал, как конфетти с нового года. Протягивать филамент я сегодня буду на китайце. Так как мой экструдер разобран для другого эксперимента. Я взялся за один утопический и сомневаюсь, что удачный эксперимент. По получению чего-то похожего на синтепон из пластиковых PET бутылок. Что-то конечно получается, но больше похоже на волосы одного богатого знаменитого президента. Далее я попытаюсь сделать что-то похожее на них, чтобы из этого материала мне попробовали связать какую-нибудь вещь. Поставлю композицию, которая была записана на одном из этих дисков. Пару десятков метров прутка из 9 дисков. Что только не делали из них, но еще никто не печатал. Сейчас замерю и приступим к печати. Филамент оказался относительно стабильным. Да, конечно плавает немножко, но я думаю это вообще не беда. Также я думал что он будет ломкий, ведь это поликарбонат. Но как видите гнется и тянется очень прекрасно. Эту композицию я тоже дернул с диска до того как ее измельчить. Температура сопла 260 градусов, температура стола 60 градусов. Всякие кораблики я не буду печатать. Воспользуюсь своим тестовым диском и предлагаю послушать эту красивейшую композицию. Без моих комментариев. Ну а теперь ваш любимый тест. Частная колотушка. Два часа ночи, как бы мне соседи колотушкой не пробили. Деталь целая, 50% заполнение. Стены 0,8 миллиметра. Также мне показалось, что она тяжелее других напечатанных тестовых дисков. Вот этот диск напечатан Hips из моего прошлого видео. Бомж экструдер. А вот этот напечатан из упаковочной ленты. Скоро я планирую выпустить видео по этой ленте. А вот и красавец напечатан из 9 дисков. Все тестовые диски с 50% заполнением. Толщина стен 0,8 миллиметра. Но он оказался тяжелее своих братьев. Я вечно голову ломаю. Ну что же такое умное и практичное можно отпечатать. Советуйте, что можно напечатать из испытуемых вторичных полимеров примерно 10-15 сантиметров. И не хлам какой-нибудь, как советуют например напечатать диска для танцев. Зачем из мусора печатать мусор? Солнечный пластик я бы хотел назвать этот полимер. Он очень красиво переливается и блестит. К сожалению камера не передается и красоты напечатанной детали. Жаль полимера получилось не так много. Поэтому я воспользуюсь PET пластиком. Заодно проверю и мальчишак и бальчиша способен ли он печатать этим легко получаемым самодельным мусорным филаментом. Принтер просто создан для PET пластика. А что если скрестить этот пластик с PET? Слои PET и поликарбоната отлично спетлись. Температура печати у них примерно одинаковая. Посмотрите на эту детальку, но очень красивая. К сожалению я ее не заснял, так как она генерировалась ночью. К сожалению не успел. К этой вещице я хотел еще сделать не только держатель, но и съемный светильник и вентилятор. Кстати этот небольшой штативчик выдерживает не только телефон, но и планшет. Спокойно стоит. В общем то я даже не ожидал, что из этих оптических носителей вообще можно что-нибудь печатать. Ни разу сопло не засралось. А ведь здесь краска и алюминий. Странно, температура которой я экструдировал пруток 200 градусов. Печатал 260 градусов. Я особо не подбирал температуру и сразу начал печатать. Конечно если бы было больше времени, то можно было бы выйти на идеальную температуру, чтобы напечатать идеальные детали. Этим полимером печатать можно. Но мой вам совет, не лезьте сразу экструдировать пруток. Чуть больше или меньше скорость. Температура плюс-минус 10 градусов и у вас ничего не получится. Только отравитесь надышавшись. Так что мой вам совет, тяните под бутылку. Это самый простой вариант. Тем более этот материал валяется повсюду. Ну и соответственно вы внесете вклад в экологическую обстановку и чистоту в городе. Материал обрабатывается очень легко. Достаточно ровно порезать и протянуть через нагревательный блок. Конечно тут есть свои нюансы. Но все-таки это намного проще, чем экструдировать филамент в домашних условиях. Но сейчас пару слов вот об этом. Показалось отлично. Сопло ни разу не засралось. Да и глюка ни разу не было. Единственно я убил полностью стол. Конечно же стол не рассчитан на такие температуры. Буржуи привыкли печатать ПЛА. Вот я убил стол подняв до 100 градусов. В общем то я доволен. Взял бы еще два таких. Чтобы вместо одного поставить сразу три. И печатать быстрее. Ну а теперь о том что вы с нетерпением ждали. О принтере который я разыграю. Для этого нужно купить 3 килограмма пластика и 2 килограмма гранул для меня. Да шут! Очень много людей мне пишут, что хотели бы печатать так как я. Но не имеет возможности купить принтер. Это не спонсорский, не халявный принтер. Он совершенно новый. Можно сказать что мы с Иваном купили его за свои деньги. Хотите узнать что это за принтер? Да точно такой же на котором упражнялась Катерина. Только новый. Смотрите ссылку под видео. Это пилотный проект. Я хочу попробовать насколько такие акции нужны. Так что отправка к сожалению только по России. Конечно вы можете заказать с любой точки мира. Если у вас есть родственники в России. Мы отправим им. А они уже отправят вам. Зарегистрированного победителя скрипт выберет рандомно. Нам с Иваном останется только нажать на кнопку. Разыгрывать я буду после новогодних праздников. Числа 13. Когда мы все уже набухаемся. Передеремся. И исчезай совестью и фингалом под глазом. Будем ждать выигрыши. Как же стать участником и что для этого нужно сделать? Да все просто. Ссылка под видео. Но я с вами не прощаюсь. И надеюсь что именно ты выиграешь этот принтер. Храни вас и ваших родственников Господь. Удачи и до встречи. Товарищи действующие химики не теоретики. Если вы практикуете химические опыты и готовы мне помочь. Откликнитесь. Все контакты вы видите на экране.